Становление человека как полноценного члена общества невозможно представить без качественного образования. И в этом смысле профессия учителя одна из важнейших. От того, как и чему учат в школе, зависит не только конкретный жизненный путь одного человека, но и дееспособность государства в целом. Вот уже почти 60 лет в нашей стране в начале октября отмечают День Учителя. Мы спросили горожан, что они думают о профессии педагога и помнят ли своих учителей. Ой, обязательно нужна эта профессия. Обязательно, и самое главное, детей как-то надо приучать к ним, к этой профессии. Ну, конечно, сейчас это не престижный институт. Сейчас сами знаете, айтишники одни везде. Я хочу всех учителей поздравить, и пусть у них будут самые хорошие ученики, как моя внучка. Елена Николаевна, мой первый классный руководитель, начальная школа. Вспоминаю о ней сейчас. Да и о своих учителей в старшей школе тоже вспоминаю. Про Елену Анатольевну по-русскому. И еще наш классный руководитель, Ольга Викторовна. Я поздравляю учителей с Днем Учителя. Они были как наши мамы. Мы обращались к ним в трудную минуту. Они нам помогали. Я очень им благодарен за это. Я хочу всем, вообще учителям, пожелать доброго счастья, всего самого наилучшего. Я просто знаю, как трудно с детьми. У меня много младших братьев и сестер. Терпением главное. Это важно. Это, конечно, молодое поколение, с чем того, какое оно сейчас растет. Само по себе кажется, как будто это легко. Ты просто учишь какой-то предмет, его рассказываешь. Но на деле это, правда, очень-очень трудно. И поэтому терпение просто преподавателю нужно всегда. Самые добрые, лучшие воспоминания Елены Владимировны. Поздравляю всех учителей. Пожелать им успехов, здоровья в их нелегкой работе. Хороших учеников. Всего самого доброго, светлого. Все эти хорошие, добрые. Частинца в начальной школе. Она у нас вела почти все уроки. Она хоть была строгая, но справедливо. Мы ее все любили. Она нас войдет на разные экскурсии. Ну и я ее вспоминаю с теплотой. Видел несколько раз. Совсем здороваюсь. Сначала я учился у одного преподавателя, с которым мне абсолютно не нравилось учиться. Я постоянно отставал по оценкам. В 10 классе у нас произошло разделение групп. И я начал учиться уже у другой учительницы, Оксаны Ивановны. Я до сих пор вспоминаю ее с теплотой, потому что благодаря ее урокам, ее понятным объяснениям и ее методу преподавания я начал разбираться в математике, в алгебре, в геометрии. С праздником! С днем учителя вас! Классного руководителя Анну Васильевну хотел бы поздравить.